Что читать? Это недостаток. Я так думаю, это достоинство, когда ты в коротком тексте можешь сказать то, что ты хочешь сказать. Понимаете? Ведь можно 500 страниц, и потом непонятно. Я по-другому это делаю. Итак, удовольствие. Раз. Второе. Второе, что вам нужно будет, удовольствие сейчас прочли. Следующее идет, что абсурд и речь сложнее. Прочтите. Ну, тоже так же. Послушайте, ну, не поленитесь. Даже если вам будут у вас некоторые отвращения, скажите мне. Особенно в каких пунктах. Ну, просто я, может быть, чем-то правдой. Интересно. То есть иногда я вижу, там, действительно, кто-нибудь цитирует, там, такую ерунду. Я знаю, правда есть. Но я-то ее не видел. Ну, в смысле, я понимаю, что это такое сочетание, такая синтагма, такое сочетание слов, что понять трудно. Согласен. Ну, да, есть. Ну, господа, ну, надо, я перепишу, я сделаю, я сделаю лучше. Это не проблема. Дальше. Аутография языка и сознания. Это сидеть и читать. Сидеть и читать. Всю. От начала и до конца. Прочесть. Все. Ну, она более вот такая. Но, повторяю, можете отложить Хайдеггера в сторону, быть, и на потом. Вот. Прочесть вот это. После этого, после этого клиповое сознание. Ну, такая легкая, такая уже. Вот. Прочли. После этого заходите в интернет, ресурсы, какие-то статьи. Вот человек, ну, у вас этот курс называется философская антропология. С человеком. Вы где-то увидите в каком-то журнале. Посмотрите. Почитайте. Ну, почитайте и тоже что-то вынесите для себя. Спросите. Что-то непонятное, что-то непривычное. Или наоборот, слушайте, что вы нас всех пугаете вот этим призраком? Их нет. То есть это все. Нет проблем. Ну, в смысле, да, хорошо. Ресурсы. Там есть какие-то разделы, там вот про философию, рассуждения, еще какие-то рассуждения. Сама философия – это проблема. Ну, вот я хочу вам пометить. Не думайте, что вы… Если вы думаете, что я здесь что-то понимаю, я почти ничего не понимаю в этом. Вот. Ну, немножко, чуть-чуть, мне кажется. Используйте эти электронные ресурсы. Пожалуйста. Что еще? Все. Дальше. И еще плюс самый простой способ. Пока еще вы не на дистанционном этом обучении. Скоро меня не будет. Скоро будет… Вы будете это все… Как это называется? Ну, вот они там где-то сидят, а я откуда-то там что-то говорю. Дистанционное обучение? Скоро будет все дистанционно. А нет, вообще будут… Ведь преподаватели скоро заменят роботы. Вот представляете робот? Или алгоритм? Слушайте, в него закачали все возможные философские тексты. Все. Вы чувствуете, что произойдет? И он к вам приходит. Ну что, ребята, поговорим? Ну, и я вам думаю, и понравится ведь. Вот собака. Потому что он все знает, он все помнит, он ничего не забыл. Ницше, нет проблем. Я прямо сейчас же цитирую. Обсудим. Вот. Но потом, в конце не буду сейчас говорить. Единственное, только лишь скажу, что вы должны знать. И вот это для меня открытие тоже прошлого года. Я как-то особенно вот этим озаботился, что мы сейчас живем в мире, в котором появился алгоритм. Все. Необратимо. Мир изменился. Вы ждете все каких-то революций, стрельбы, там, этого убрали, того… Щепуха. Ну, нет, в смысле, ну, ждите, я не знаю. Это алгоритм появился. Это самое революционное событие за последние две тысячи лет. Потом я объясню. Но реакции пока никакой. Философия онемела. Ну, нечего сказать. Понимаете, что я говорю? А мы что-нибудь прервем и косноязычно что-нибудь скажем. Я что-нибудь скажу. То есть, ну, я еще только готовлю. Я так и не успел подготовить. Я так и не успел подготовить. У меня будет для вас специально вот в этом курсе лекция по поводу естественного и искусственного интеллекта. Но сделаю это я на материале философии. То есть, у меня там будет гусор, кант. Ну, я, в смысле, я вам расскажу, в чем фишка. Ну, как я думаю. То есть, я постараюсь подумать, не покидая поле философии. Потому что все остальное, всякие там, ну, такие журчания, там, нейрофизиолог говорит, там, ну, артисты говорят, это не слушайте. Там, промышленники, руководители банков. Вот туфта все это. Не тратьте время. Единственное, опасайтесь того, что если вы будете вести себя последовательно, если работа будет требовать от вас порядочности, последовательности, то вы будете в зоне риска. И я мог бы сказать, вот в этом мире будьте непоряд, ну, непорядочными, я скажу так. Вот, опять, не, 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 ну, не будьте в таком, в таком, ну, не сделайте пакости соседу мне или я вам, ну, не, не будьте последовательны. Или вы должны как бы усвоить жизнь абсурдно. И это прекрасно. Потому что вас не заменят. Понятно? Потому что когда мы вас считаем, когда вы последовательны, мы вас уберем, вы не нужны, вы органика, паршивая, долинная. Все, эту тему закрыл. Значит, что я сказал? Я сказал, что вот есть еще одна тема, я ее, в течение года, наверное, я как-то к ней подойду. Но вы должны понимать, что вот сейчас есть очень много важных тем. Мы их будем обсуждать. Естественно, я буду обсуждать, вы, как хотите, ну, я не знаю, я что могу, буду делать. Абзац. Ну, вот, еще я вот сказал, немножечко вас попугал опять. Ну, я не пугаю, а просто говорю о том, вы пришли сюда работать, вы магистры. Вы должны думать, вот, прежде всего. Вот учиться, ставить вот это все. Мы должны вам, я должен, ну, мы должны вам помогать. Глаз поставить, ухо поставить, что-то. Сколько там можем. Вот и все. А дальше сами. И надежды ни на кого нет. Ты совсем убежала? Нет. Итак, ну что, господа, начинаем. Есть вопрос по последнему замечанию. Меня можно останавливать. Понять, что я говорю? Я не этот, ну, бу-бу-бу-бу-бу-бу, там, и меня уже не остановить. Вот. Легко, ну, устали. Давайте я вам расскажу какой-нибудь анекдот. То есть, ну, я вам придумаю что-нибудь, расскажу, ну, какой-нибудь, отвлечемся. То есть. Или не поняли, или не понимаете. Мы вернемся еще раз. Может быть, я, я тоже, я иногда слепой, потому что я думаю, ну, это же, это ошибка. Ну, я в скролупе сижу и думаю, что понятно, это не очень может быть понятно. Легко можно стучать, нет проблемы. Для этого я прихожу сюда. Понятно? То есть, никаких, это работа. Все. Все? Все. Ну, слава Богу. Ой. Да. Значит, как вот сейчас у меня будет общий курс, такое введение, введение философской антропологии. Замечание одно. Но, пожалуйста, вы должны запомнить, что философская антропология – это не рассуждение философов о человеке. Нет. Нас это не волнует. Это что-то, да мало ли, о чем они несут всякую там. Дальше. Нет. То есть, если вы что-то нашли у Канта, мы, ну, и что? Ну, нашли там. Ну, что он человек, он хотел поговорить, ну, поговорил. Ну, ладно, и дальше. Значит, это не разговоры философов о человеке. Тем более, это не человековедение. Я не человековед. Я вообще людей не понимаю. Ничего. То есть, ну, все, человек, как они ходят, как они одевают, на каком языке говорят, где они живут, как они… Это все крайне интересно, может быть, но не имеет никакого отношения к философу, к этому курсу. Ну, я скажу так. К философии, ну, ошибку. Потому что, но… Вот, но… Вот втянуть в поле философии можно любую вещь. Любую. Если ты можешь это сделать. А самую обыкновенную, как ты одел? Можно. Ну, как кто одет, как смотрит, как сидит, как положил руки. Можно, что я говорю. Но если вы этого не умеете делать, лучше не делайте. А понятно, я говорю. Вот. Ну, что это не надо? Раз. Так вот. А что же это такое? Вот это уже надо. Это уже пошло такое терминологическое запоминание. Хотелось, чтобы вы запомнили. Чем мы занимаемся? Послушайте. Значит, а занимаемся… Ну, вот что такое антропология? Вот смотрите, как я вам это расскажу. Последние лет сто… Ну, в философии что-то происходит. Вот. Подача немцев. И слава богу. Вот. А может быть даже, ну, я скажу сто. Мы только и говорили, умели, учились говорить о каком-то бытии. Вот какое-то есть бытие, бытие. Есть кафедра, бытие. Ты чем? Я бытие. А, ну, давай. Ну, и как тебе? Так вот. Послушайте меня теперь. Ну, я смеюсь, конечно. Ну, было вот это словечко такое. И многие философии как бы бытийствовали. Ну, вот рассуждали о бытии. И Хайдегер, и Гегель, и Кант в Примечание все это отправили. Ну, неважно. Вот. Посмотрите. И все думали. Я скажу так. Вот я сейчас даже… Хотите, я даже так вообще сформулирую проблему? Вот. И тоже ее можно запомнить терминологически. Так вот. И думали, что от ответа на вопрос о том, что есть бытие, зависит от много разных других ответов. В том числе и ответ на вопрос о том, что есть человек. Понятно? Что я вам говорю? Смотрите. Прямо наоборот. Все. Философская антропология, вот смотрите. Это такая философия, которая говорит, что ответ на вопрос о том, что есть бытие, зависит от ответа на вопрос, что есть человек. Смотрите как. И вторая фраза, еще более сильная. Послушайте. Еще более сильная. Она с трудом прививается и переживается, потому что все не могут даже это понять. Какая фраза? Любимая нами европейская философия, не наша, европейская философия за 2000 лет не смогла даже поставить вопрос о человеке. Не смогла. Почему? Не знаю. Ну, у меня есть некоторые гипотезы. Потому что всех соблазнил Аристотель. Вот. И поэтому он самый, на мой взгляд, плохой, но нехороший философ. Соблазнил. Зачем? В голову ввел, в смысле, в заблуждение на 2000 лет. Почему? Потому что этот человек в своей метафизике, я надеюсь, вы ее когда-нибудь открывали, мы даже, может быть, немножечко потом полистаем, поговорим о самых интересных местах в Аристотеле. Но то, что он нелюбимый, это мною нелюбимый. Вы можете его любить, никто не запрещает. Его многие любят. И даже к нему сейчас возвращаются. Назад к Аристотелю. Идите. Вот ветер вам паруса. Так вот. Потому что он в своей метафизике поставил этот вопрос. Что есть сущее? И 2000 лет все это крутилось. И до сих пор крутится. Последняя книжка, в которой я видел такие вращения, у меня ее нет с собой. Но я вот ее почти закончил уже. То есть это будет, я вам, конечно, все это доложу. Она будет о призраках, это сочинение мое. Я просто прочитал, слава богу, Мейсу и удивился этой чудовищной нелепости. То есть чудовищному образованию философскому во Франции. То есть французы, вы с ума сошли. То есть это полный кошмар. Нет, то есть я вам хочу сказать, не надо ездить во Францию, учиться на философский факульт. На какое-то другое, пожалуй, я не знаю, идите. Вот. А у нас, так вот, да, запомните терминологически. Значит, это фактически, вот это мысль, утверждение мысли о том, что важнейшие вопросы о бытии, о ценностях, там, господи, о чем угодно, зависят от того, как вы ответите на самое главное, что есть в человеке. И кто сделал? Это только не я. И это сделал старый Канн. Вот такую работу. Он поставил, ну, в смысле, ну, его тут же расстреляли. Ну, то есть его, ну, в смысле, человек умер. Бог умер, человек умер, убили, и все, на этом прекратилось. И до сих пор, Канн очень сложный, его все свергают, 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 в Европе я имею в виду. Итак, что вы поняли? Вот это все будет относиться к философской антропологии. То есть вот эта связь, понимаете, не вообще вот о человеке, в смысле культуре. Меня не тешит культурология в принципе. Что там еще? Ну, вот еще какие-то вот эти рассказы, там, биология несовершенная. Вот это вот эта доминанта, которая определяет философию, которую определяет этот курс по философской антропологии. Есть ко мне вопросы? Слушайте, ну ладно. Это молчание означает, что можно дальше, или вы просто не хотите меня огорчать. Теперь три. Значит, как я это буду делать? Как мне очки нужны? Видите, вот я вам маленькую паузу даю. Вы не устали? Еще нормально все работаете? Господи, вот слава Богу, хорошо. Итак, три тезиса философии. Третья, значит, должен сказать сразу. Пока вы будете работать в философии, с философией, запомните, в философии есть проблема. Ну и сама философия – это проблема. Что это? Как? Как не подойти? Как за нее взять? Что? Ну, проблема. Не ищите ответов, особенно в энциклопедиях. Это полная чепуха. Ну, не надо там искать никаких ответов. Читайте, 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 читайте и думайте. Ну, в смысле, одних прочитали, второго. Прочитали эту, прочитайте того. И подумайте, найдите место для себя. Так вот, три тезиса философии. Первое. Философия сегодня перестала быть любовью к мудрости. Любовь к мудрости осталась там, где она и была в античности. Философия сегодня или философия для нас – это сознательное сумасшествие. Вот эту же мысль Хайдеггер выражал иначе. Он на этом месте словом стал чудачество или дурачество или что-то еще такое. Я просто не очень хорошо это понимаю. Ну вот, философия для нас, повторяю, это сознательное сумасшествие. Ваше сознательное сумасшествие началось, как только вы поступили на философский факультет. Пусть вас это не удивляет, то есть это не означает, что вас вести в Кащенко нужно. Почему сумасшествие? Потому что быть сумасшедшим – это единственный способ в эпоху числовых измерений не быть исчисленным. Человек – это не алгоритм, а неожиданное вдруг. Почему сознательное? Для того, чтобы избежать пребывания в доме для сумасшедших. То есть ты в сознании, я в сознании. То есть, когда… Вот пьяный, если это говорит, я не пьяный, я не пьяный. Ну вот раньше были, может быть, вы не помните, были там всякие такие заведения, куда отвозили их. Это был первый тезис. Второй тезис. Философия – это не антология, не наука о бытии. В соседней кафедре вам будут говорить обратное, но это меня… Пусть их… Это не волнует то, что я вам говорю. Это должно волновать вас. Философия – это не антология, не наука о бытии. Бытие – это не то, что выражается словом «есть». А вот теперь послушайте далее сумасшедшую совершенно формулу. Она кажется такой. Бытие – это то, чего нет, но что дано человеку. Послушайте, если вы так легко съели вот это, то тогда я вообще не вижу никаких проблем в работе с вами. Бытие – это то, чего нет, но что дано человеку. А вы за это зацепитесь, потому что это очень важная вещь. Что дано, что не дано, кому дано, кому не дано. Это очень ответ на этот вопрос. А в каком режиме регистре существует то, что не дано, если существует, а оно как? Послушайте, это очень важная вещь. Итак, Бытие – это то, чего нет, но что дано человеку. Поскольку его нет, постольку о нем ничего нельзя сказать. Ничего нельзя говорить о том, чего нет. Смотрите, парадокс. Дальше прямо наоборот. Поскольку оно дано, постольку о нем ничего нельзя сказать на языке истины. О нем можно говорить только правдоподобно. Как о чем? Как о призраке. Только правдоподобно. а не на том языке, на котором можно поставить вопрос об истине. Это понятно, я говорю, господа? Потому что, если что-то не так, перебейте меня сразу. то, что дано, дано не извне. Все внешнее не дано. Хотя и существует. То есть, то, что дано, не существует. То, что не дано, существует. Вы поняли вот эту такую развилку? Все внутреннее становится. Так вот, для нас философская антропология бытие понимается так. Бытие – это врата в мир сновидений. Послушайте, бытие – это калитка. врата в мир сновидений. Но эти врата всегда заперты. Почему? Я думаю, что сегодня это главный вопрос, на который пытается, на мой взгляд, ответить философия. Почему они заперты? Кто запер? для чего? Что мы достигнем? Чего мы достигаем? Или не достигаем? Или как воспринимать это? Как дар? Или как наказание? Как что? Третий тезис. Философия – это антропология. Я, может, помните, вот я говорил, как-то рассуждал, и вот, собственно, я и повторяю. Но уже так хочу, чтобы вы терминологически понимали, ага, вы идете на антропологию, здесь так. Ну, в смысле, вот так, 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 все. Больше ничего. Я не говорю, что вот это вам истина, вот я достал ее из штанин. Нет, я так думаю. И для этой мысли есть основания. Так вот, философия – это антропология. наивные греки думали, что в мире есть сущие, и ничего больше нет, кроме сущего. А вы уже знаете, кто так думал? Аристотин. Ну, Аристотин. Ну, хотя вот я здесь не называю это имя. Они ошибались. Значит, и сегодня мы будем исправлять их ошибки. Почему? Кроме сущего в мире еще есть то, что дано человеку. Скажите, если я вычеркиваю человека каким-то, называю там пост человека, еще что-то, вот, что я вместе с ним еще что-то очень важное вычеркиваю. Я хочу, чтобы вы... И эта мысль будет, я буду ее постоянно воспроизводить в каких-то фрагментах, вот, буду ее повторять. Так вот, и это не вещи, то есть, значит, в мире еще есть то, что дано человеку, и это не вещи. Эту данность называют разными словами. Грезы, видения, кажемости, образы, галлюцинации. Далее. Все существующие вот сегодня антропологии ищут человеку место в мире, или ищут место человека в мире. Вот, будет у вас работа одна, я ее буду рекомендовать, там, положение человека, господи, как она называется, в космосе, в космосе, Шеллера. Ну вот, все антропологии ищут место. Значит, я думаю, не надо этого делать. Мы его с вами искать не будем, мы его не ищем, потому что знаем, для человека нет места в мире. И эта мысль с трудом находит понимание, потому что мы очень привыкли к тому, к той мысли о том, что человек – это некоторая вещь в ряду других вещей. Ну, тело. Если меня вы выбросите в окно, я буду лететь так же, как любая вещь, и все. И по закону сохранения массы моя масса никуда не денется, она будет вечно, она будет вечно, я имею в виду в виде лучистого, в разном виде. Вот, сначала как компостер, потом, как, я не знаю, смотрите, но это уже меня не волнует. Это, вообще, это относится к другому. Главное, что вместе с этим исчезнет? Посмотрите, вот эти странные, вот некоторые мнимости. Мир обеднеет, ну, я скажу так, вот на то, на одну грезу. Так вот, что я говорю? Посмотрите, это тоже фраза удивительная, но философия она есть. Если вы, если вы начитаны, вы это можете определить. Не начитаны, я скажу. Но, что я думаю? Не человек часть мира, а мир часть человека. Посмотрите, как? Но, это никакого центрирования, или я там, как там, вот сейчас есть целая группа людей, можно, нормально, я буду, ну, просто, чтобы вот все, что я говорю, немножечко таким фоном ушло. Вот сейчас в мире есть очень много людей, которые говорят, надоели эти чертовы гуманисты, все, человек, человек, на него, ничего на нем нет интересного, есть много разных других, он захотел себе подружку, он резиновую куклу купил, с искусственным интеллектом, говорит, привет, подруга моя, привет, дорогой мой. У меня проблема, нет, послушайте меня. Да, да, да. Так вот, а, что я говорю? Я, посмотрите, я говорю, не часть мира, это, что я сказал? Невозможное. Это нечто невозможное. Что я еще могу сказать? Это абсолютное, посмотрите, как я говорю, я сейчас, почти говорю на языке вот этого японца. Это почти абсолютная случайность, невозможность, абсолютная. Смотрите, как. не только не центр мира, или там что-то такое. Это вещь невозможная. Потом я вам позже немножко скажу, но не забывайте еще одну такую вещь, не забывайте еще такую вещь, органика тоже невозможная. Невозможно ни под каким соусом. И пусть никто не обманывается, что там с течением времени, мало-помалу, не органика рождает органику, а органика, чепуха. Это философски неразвитое сознание. То есть, может, вот такие истины учреждать, пропагандировать, там, и еще распространять. Нет. Это вот себе хорошенько запомните, потому что это фактически тоже одна из очень важных вещей сегодня в мире. я мог бы сказать, да нет, ничего страшного, умрем мы, придут другие, да что за проблема, природа нарожает, еще, но я не знаю. Нет. Я вам скажу такое, нет. Но это, вот эта тема будет звучать в моих тоже вот этих сообщениях. Вы должны об этом думать. Что вы будете думать? Это ваши проблемы. Я повторяю, ну, я имею в виду, мы, вы для этого пришли сюда. То, что думаю, я говорю, я говорю, нет. По моим понятиям, это невозможно. Так вот, а кто нас научил такой мысли? Любимая вами и нами русская философия. Ни французская философия, ни немецкая философия, ни тем более, американская ведь нет, ни английская философия, русская. А чего она нас научила? А вот она тому и научила. Это прямо такие вот начальные фразы. Там, из Бердяева, ну, Бердяев, он самый такой, не буду говорить, ну, известный, все его читали, даже те, кто ничего не понимает, все равно читали, потому что нельзя читать не читать Бердяева. Ну, это нормально. Ну, я имею в виду читать вообще нормально. Так вот, я взял вот эту фразу и говорю, да, мир часть человека. То есть, что отсюда следует сразу же, вот смотрите, что значит в человеке есть что-то, что телом не улавливается, ну, или к телу не редуцируется, что я не знаю. Ну, смотрите, ну, я оставляю, давай откроем. Нет. Я потом отвечу на этот вопрос. Я вам предложу некоторый ход, то есть, он-то меня является радикальным и прочим, но чуть позже. Ну, вот. А это значит, что человек всегда будет находиться как бы в подвешенном состоянии, как бы чувствовать себя неуместным. он будет чувствовать себя как пассажир без места в вагоне метро природы. И с этим чувством ничего поделать нельзя. Мы неуместны. Мы откуда-то сбоку незаконно проникли. Незаконно. Чего научили нас греки? Греки научили нас тому, что человек – это душа. Но если человек – это душа, то тогда вселение души в тело – это все они, греки. Мы же живем вот в этой странной культуре, которая определена греками. Ну, мы так прислонились. Понятно? Хотя я так говорю, но я не знаю, что я буду говорить через 10 лет. Мы будем изучать лао-дзи. Я говорю это абсолютно. Мы даже сейчас можем, я даже уже думаю иногда. А мы с вами можем вполне почитать. Там есть хорошие вещи. Лао-дзи, дао-де-дзин, я имею в виду. Там второй, третий стих мне особенно нравится. Ну вот. Так вот, то если человек – это душа, то есть жизнь, то тогда вселение души в тело – это смерть человека. Смотрите. А отделение души от тела – это подлинная жизнь. Помните, вы все читали Сократа, видимо, там когда-то давно, смерть Сократа, апология Сократа, как Сократ рассуждает, я умру. Ему говорят, Сократ, давай, сбегай там, бросай темницу, тюрьму, ну что там. Читали же вы смерть Сократа, все наверняка, или нет еще? Кто не читал, поднимите руку? Хорошо, кто читал, поднимите руку? Ну все, вот они, вот они. Ну так вот, посмотрите, помните, как он говорит, ему говорят, Сократ, ну давай там, сели, пока лодка подошла, ну и тут нет проблем. Сократа говорит, я жить хочу, я мыслить хочу, мне это тело дрянное мешает. Что ты понимаешь, тут же мыслить нельзя, то пей чай, то там иди ешь, то там еще чего-нибудь делай, все это тело, а я хочу, чтобы у меня душа, чтобы она развернулась и думала. Поэтому никуда, дайте цикуту, дайте, я выпью, и горит она все синим пламенем. Ну мы-то с вами другие, мы же хитрые, мы говорим, не, Сократ, не нужно нам цикуту, мы что, идиоты что ли? Но Сократ тоже не идиот. Ну так вот, так думал Платон, вот все, что я сказал, а что думал народ? А народ думал иначе. Для него смерть это отделение души от тела, а рождение это вселение души в тело, все наоборот. А философы думали так, как написал Платон. Так вот, мы с вами пойдем, конечно, за Платоном. Почему? Потому что он нашел источник света в самом человеке, а не вне его. Мы, конечно, пойдем за ним, но своим путем. Что это значит? Вот отвечая тому, как бы работая с тем, чему нас научили, с этой, в смысле, тому, чем научили нас греки, мы попробуем сейчас согласиться или понять, что же есть в другой мысли, той мышцы, которую учат нас сейчас французы. Ну, мы же верим, французы, они же умные, у них же Декарт, там Сартра есть, в конце концов, Камюр все знают, ну, смотрите, там пьесы читали. Ну, так вот, так вот, сегодня мы можем сказать, что в мире есть только тела и силы. Кого я процитировал? Дерезы. В мире есть только тела и силы, и я согласен. Смотрите, как мы сдали, как я сдал. Но зачем? Затем, чтобы сделать хитрый ход, чтобы обмануть, главное не обмануть самого себя. Затем, чтобы попробовать обмануть неприятелем. Так вот, но это еще, значит, затем, я говорю, что в мире есть только тела и силы. Смотрите, кому нравится эта мысль? Трезвая, очень трезвая. Если вы скептики, а что, что, где душа? Видел ее? Дух, он что, пробегал, пролетал? Ну, я имею в виду обычные вещи, то есть, нет. Всю жизнь рождаешься и все время какие-то вещи тебя окружают. Ну, так вот, смотрите. Но это еще не все тела и силы, ибо так говорил и делез. А мы говорим, что в нем есть еще свет. В нем, в человеке. И пока в мире есть свет, что мы еще говорим? В нем будут грезы, в нем кто-то будет грезить. В отличие от делеза, мы знаем отличие между телами для эволюции и телами для грез. Это еще одна терминологическая вещь. Вот это отличие тела для, смотрите, как я говорю, тела для эволюции и тела для грез. Смотрите, я не сказал, что есть грезы, я сказал, есть тела, которые, которые, есть способность грезить. Понятно вот этот, вот этот, то есть, я как будто бы сохранил тезис, но и, 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 и фактически мерзко его изменил. Я ввел в него то, что я хотел мнимость. в европейской философии утвердилась мысль о том, слушайте, я сейчас себя поймал, я, как вы заметили, никуда не спешу, то есть, я ориентируюсь на вас, я могу чуть ускорить, в смысле, чуть-чуть ускорить ритм, я поймался на этой мысли, ну, потому что так же, это же, вам нужно еще три года учиться в магистратуре. В европейской философии утвердилась мысль о том, что человек, вот эта мысль, это живое, разумное существо. Скажите, вам нравится эта мысль? Я хочу, я немножко, вот прошло время, я боюсь, что вы уже устаете, я хочу вас немножко так из сновидения вырывать, ну, в смысле, чтобы вы бодрствовали. Скажите, ну, так все думают. Человек разумный существует, ну, и живое, соответственно. Это ловушка, это очень хитрый капкан. И не попадайтесь в него просто так, бездарно, я имею в виду, за это что-нибудь потребуете. так вот, потому что, я легко вам тут же могу сказать, что все наоборот, совершенно. Человек совершенно неразумное существует. И так дальше. Вот от слова неразумие. Так вот, но после того, как появились неживые, разумные машины, эта мысль потребовала корректировки. эта коррекция достигается посредством стирания границ. А кто это делает? Стирание границ между живым и неживым. С одной стороны, и разумным, и неразумным. С другой стороны. Я скажу, это условно делает европейская философия, ну, французская философия в частности. Тем самым, европейская философия, на мой взгляд, растворила в себе яд толерантности и отравилась. Она болеет. Ведь у нее больные философы. Ну, в смысле, они болеют. Она перестала вообще, что ли, понимать в человеке. Например, кто из вас читал Делеза? А кому нравится Делеза? Скажите. Ну, вот вы читаете, вам нравится. Да не бойтесь вы ничего. Ну, вы послушайте, такое чувство, что я как будто тут записываю. Ага, ему нравится Делеза. Все, расстрелять. Нет, никто вас никуда не поведет. Ради Бога, любите, что хотите. Читайте. Слава Богу, что читаете. Делеза очень умный. Я обожаю его Лейбница. Читайте. Я во всем не согласен. Но мне он еще очень нравится. Слушайте, вот я бы хотел, чтобы вам Делеза еще... Вот было бы так. Я потом Делеза читаю прекрасно. Вот это то, о чем вы должны были бы мечтать. А потом Канн пришел. Ребята, подожди. Слушайте, это безумно хорошо. Поэтому это почти невозможно. Ну, 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 это было бы роскошно. А вы требуете. А вы требуете. Вы имеете право. Магистры имеют право. Ну, так вот. Так вот, я беру у него из логики смысл. Там у него такая главка, такой параграф есть о трех философах. Или как-то так называется. Я не помню, где-то в конце книжки. Ну, если вы читали, вы найдете завтра. И можете, извиняюсь, я ее сами дома прочитать. Если вы... И прокомментирую, если хотите. Так вот, человек теперь, говорит Дилес, не пещерное существо. Слушайте, какое презрение. Какое, какое вот это вот, значит, пещерное, вы пещерные люди. Слушайте, а почему это плохо? Я не понимаю. Я... Да, мы живем в пещере. Ну, он имеет в виду... Ну, вообще, пещера очень хороший термин. Слово такое хорошее. Ну, вот, измеряемая глубиной. Скажите, кто до сих пор радуется, когда ему говорят, какой вы глубокий человек? Какой вы глубокий человек? Ну, вы познакомились, ну, или вот вы же студент, магистр философского факультета, какой-нибудь другой студент подойдет, слушает, ты такой глубокий человек. Скажите, вас это обрадует, или вы подумаете, что над вами смеются? В общем, Дилес вам что говорит? Это неприлично быть глубокими людьми. А я вам говорю, ничего не бойтесь, ничего не бойтесь, ни Кайдереза не бойтесь. Он нормальный. Он тоже никого не повел, никого не убил. Образ. Потому что у него есть мысль. Так вот, не пещерное существо, измеряемое глубиной, и не душа птица. Измеряем мы высоту, смотрите, глубины нет, высоты нет, а что есть? Поверхность. Современный человек поверхностный. Мы страшно поверхностные. С нами крайне неинтересно. Мы очень поверхностные во всем. Преподаватели тоже очень поверхностные. Вы знаете, что они делают? Нахватал, резомый разослался, клубничкой такой, пропылил, и хоп. Нет дубов. Ну, вот этих, пускающих корни, чтобы туда вот в этот. Мысль понятна. Смотрите, где вы видели человека с корнями? Ни у кого корней, одни крючочки, прицепочки, причмочки вот эти. За жизнь, цепляемся ведь жутко мы, правда ведь? Ну, уцепиться, за жизнь, протолкаться. А корней-то нет. Стой, где тебя воткнули, говорили раньше. А как стоять? На чем? Когда мы лежать хотим? На чем-нибудь улечься? Понятно? Господа, я передаю это таким смешным образом. Ну, вы можете сами еще раз, повторяю, прочесть. И философия – это, 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 ну, приключения, это такие интеллектуальные. Так вот, а смотрите, итог какой? Это есть некая плоская животная поверхности. Назовите мне пример плоского животного поверхности. Любимая нами вши. Смотрите, у кого в доме тараканы? Тараканы – это вот тут, это где вообще житель, что ли? Нет, я смеюсь, ну, я смеюсь, ну, это я просто вам даю минутки, чтобы вы отдышались от меня. Так вот, ну, это вот это, а он говорит, я люблю их. Они не скрывают, как мы с вами, что у нас глубины нет, высоты нет, мы не летаем, они говорят, и мы не летаем, мы ползаем, да, мы ползаем. Вот, и он говорит, встань, человек, и скажи, я ползаю. Ну, ведь вы же читали Горького, Ницше, вы же хотите взлететь, вы же хотите парить, нет, никто не хочет взлететь или парить. Я смеюсь, ну, летайте, парите, ну, в смысле, ничего не бойтесь, сделайте, что вы хотите сделать. Господа студенты. Так вот, на что я говорю, теперь дальше, а дальше я продолжаю. Человек не плоская жизнь, я так не думаю. То есть, или я могу сказать, делез ошибается. Ну, извините. Человек не плоская животная поверхности, а существо, связанное с иным миром. С иным, вот мы говорили, кто чего часть, мир часть, или человек часть мира. С иным миром, каким? А тот, который заставляет его пробудиться. Вот вы поступили на факультет, это вы пытаетесь проснуться. Ну, я могу так это расшифровывать. Поступили в университет, спите, конечно, здорово, но, значит, что-то там, ну, я имею в виду, мы всю жизнь пытаемся пробудиться. А потом нам надоест. Устали. Понятно? Ну, ну, так вот. Так вот, вот этот, и, теперь вот повторяю, и, вот выход, вот в современной ситуации обозначен одним таким ужасными словами, он называется «Идей сингулярной антропологии». Я ее скажу, к нему и мы вернемся, но я вам расскажу в духе сингулярной антропологии, что это такое. Я сейчас, конечно же, поскольку я обо всем говорю, ну, вот в целом, вот все, вы должны уже, как бы я вас должен вам рассказать, что, с чем вы столкнетесь, ну, в деталях, там, еще в каких-то вещах. Вот, сингулярной антропологии. Эта вот вещь, она появилась у нас не так давно, в наших кругах, вот, в близких ко мне, во всяком случае, сингулярной антропологии в виде, мы так назвали ее, Московская антропологическая школа, она такая очень скромная, медали у нас нет, грантов нам не дают, вот, но она существует потихоньку, то есть, но у нас есть некоторая такая устойчивая группа, вот, мы существуем. так вот, что такое сингулярность? Я сразу тебе расскажу. Это то, с чего все начинается и чем все заканчивается. Гераклит назвал сингулярность мировым пожаром. И что сделал Гераклит? Заплакал от безысходности судьбы человека. Смотрите, безысходна судьба его. Я вот потом когда-нибудь прочту еще одного человека, Ницше, об одной планете, вот такой странной, на которой было странное существо, и как она сгорела, эта планета, и все. Сингулярность не определяется, а описывается. Но у описания есть пределы. Бушевел был такой человек, как Хокинг, ну, он умер недавно, который хотел описать всю Вселенную. Но для того, чтобы это сделать, ему нужно было бы описать и описание Вселенной. Вы понимаете, что это повело в бесконечность? Это невозможно. Этот путь ведет к дурной бесконечности. Теперь еще один комментарий к сингулярности. Сингулярность – термин популярный в французской философии. Ну, сразу вас предупреждаю, и здесь тоже можно сравнивать, читать. В человеческой жизни все начинается с рождения человека. Рождение первого человека – это точка сингулярности. Я вам говорю. Мы ее называем взрывом галлюцинации. Вот когда взрывались галлюцинации. Описать эту сингулярность – значит, свести двойственность человеческого существования к чему-то одному и неповторимому. И неповторимому. Когда мы смотрим на себя в зеркало, мы раздваиваемся. Нас двое – один в зеркале, другой перед ним. Когда мы видим сны, мы раздваиваемся. Мы спим на диване у окна и одновременно мы бродим в сновидении. Когда мы мыслим, мы раздваиваемся. Мы едем в метро, и еще мы удерживаем себя в какой-то мысли. Сингулярность – это точка, в которой сходятся сон и я. Сходятся. Тело и грезы. Реальные и идеальные. Точки сингулярности. В этой точке совпадают смыслы и события. В ней, в точке сингулярности, все возможно. И ничего нельзя. Иногда ее называют хаосом. Ну, на какую-то долю. По сути дела, в ней существует мир, который иногда почему-то называют монадой. Я вам скажу так. Монады не умирают и не рождаются. Умирает и рождается человек. Сегодня его рождение и смерть становятся не делом природы, а делом техники. Мое рождение, ваше рождение, рождение ваших детей – дело техники. Ну, вы потом столкнетесь более подробно в техническим отношениях. Захотите ли вы сразу же узнать, чем ребенок ваш будет болеть, чего у него не будет. Захотите ли вы отказаться от него, там, а мне не нужен такой. Ну, и так, я имею в виду техническое отношение. То есть вы должны не на содержательную счастье, ну, я имею в виду, она меняется, и через пять лет я не знаю, что будет, когда вы вздумаете там все это делать. Я говорю, а техническое отношение к человеку. Это вещь, запомните, надолго, и она плохо, почти не понимается. Ну, в смысле, так, как это требуется в философии. Так вот, так вот, сегодня рождение и смерть становятся не делом природы, а делом техники. Я думаю, точка, в которой закончится техническое отношение человека к самому себе, опять-таки называется точкой сингулярности. Или мировым пожаром. Или... И никаких надежд на какое-то вечное возвращение к одному и тому же. Забудьте Ницше. Это вопль дурной органики. Ну, в смысле, я так говорю, но я люблю органику, в смысле. Мне нравится Ницше, но мне не нравится в некоторых пунктах философия Ницше. Ницше есть убивец. Он убил вот эту тему человека в европейской философии. Кант вот поставил, он убил. Он смеялся над Кантом. Это что такое? Теперь пояснение вам... Теперь я вам скажу пояснение о сингулярности, которое есть в девятой серии логики смысла Делёза. Ну, то есть, вы можете сами без меня посмотреть в девятой серии логики смысла Делёза. Он пытается нам объяснить, в такой сингулярности. Вы поняли немножко, ну, хотя бы что-то, вы примерно уловили, что я имею в виду, когда я говорю сингулярно. Ну, сингулярно. Единственный, неповторимый, невозможный. Вообще единственный, невозможный. Это бывает один раз за бесконечность. Я понятно сказал? Ну, если случилось, то я не знаю, какие-то... Это вообще понять невозможно. Но повторения не будет. Один раз, повторяю, невозможно, каким образом. Непонятно. И если я говорю, что... А если я говорю близко, ещё вот... Осталось немного. И всё. Да всегда, никогда. Не постчеловек, не-не-не-не. Посмотрите. Если вас ещё интересует вот такой, вот такой апоклиптический вещь, вы можете почитать интервью на эту тему двух людей. Вы можете вообще высказывание почитать Хокинга. Вот их два. И, конечно, у нас тут умер один академик, его звали Иванов, Иванов, Иванов. Почитайте его. Ну, в смысле, можете меня не слушать. Вот. Они умирали уже, они говорили, господи, мы вам не завидуем. Мы умираем с надеждой, что вы ещё проживёте лет 30. Вот. А, ну, вот я иду, ну, ещё лет 15 у вас есть, нормально. А, ты ещё заспеете защитить магистрскую. Значит, ну, смотрите, я имею в виду... Опять, на это не обращайте внимания, поскольку это вот этот аларнизм, но я имею в виду нота апокалиптическая. Сейчас в философии нота апокалиптическая появляется. Так вот. И вот в девятой серии Дилёспыт пытался объяснить нам, что такое сингулярность. Спасибо ему за это. Он говорит, что сингулярность... И далее слушаем. И далее сами попробуйте произвести вот это вот ну, развлечение. Он говорит, это сингулярность, поворотные пункты и точки сгиба. Не забывайте, в мире есть силы, тела и силы. Значит, это поворотные пункты и точки сгибов, узкие места, узлы, преддверия и центры, точки плавления, конденсации и кипения, точки слеза и смеха, болезни и здоровья. Конец цитаты и так далее. Мы слушаем, я слушаю и недоумеваю. А почему он не сказал главного? Это было так просто. Делёз, забыл сказать, про что. А вот давайте теперь в отгадайку поиграем. Теперь вы уже мной чему-то научены за эти 30-40 минут. А что он не назвал? Есть плавление, есть кипение, есть сгиб, есть слёзы, есть смех. Ну, что, чего нет? Значит, ну, я к вам пристал. Ребят, я хочу вас, ну, уже я боюсь, вы слушаете меня, и вы уже можете посапывать. Я хочу вас разбудить. поэтому я вот так тренирую. Не потому что я, мне доставляют удовольствие особое там, например. Вот. Ну, просто, ну, подумайте. Сновидение. Сон. Или. Что такое сон? Галлюцинации. Или. Грёзы. Ведь вы будете сегодня ложиться в постельку в своём, там, где вы в уголке, или где, что у вас есть, и вы так потихонечку начнёте грезить. Послушайте. Хорошо, что не алгоритм вложит, он же не грезит. Это невозможно. И, вот, послушайте, я сейчас так скажу, а вы запомните, потому что этого почти никто не знает. Потому что грезить могут только органические существа. При этом у них, у органических существ это, в основном, забито наглухо. заблокировано, закрыто, закручено, заверчено. И только это одно уродливое существо под названием этот, вот эта мерзость, открыло вот это... Зачем? Непонятно. Каким? Нет, мы вам... Я буду вам об этом говорить. Но вы должны понимать, единственное. И поэтому, и поэтому, вот вы сразу можете запомнить, человек всегда больше, чем один. Я сейчас процитировал Дорида. Если вы думали, что это моя мысль, просто он её лучше меня сформулировал. Я взял и вам говорю. Потому что он всегда больше, чем один. Никогда вы не увидите одного. Он всегда больше, чем один. Вы поняли? Даже если вы одни. Так ещё могу сказать. А что вас расширяет? А вот когда вы... Ну, я имею в виду... Ну, можно я сейчас тогда технику вам скажу, она очень простая. В смысле, и все её понимают. И вы должны... Я буду этим пользоваться часто, и вы должны это понимать как некую работу. Ну, формальную работу, которую я выполняю. То есть, что такое? Что такое галлюцинация? Я посмотрел, я сказал, есть тело, больше ничего нет. Есть галлюцинирующее. И ещё появляется вот эта штука, которая расширяет... Вот смотрите, над чего в прошлом году студенты и магистры никак не могли понять расширение тел. Они потом, ну, как оказалось, они вообще ничего не поняли. Вот я вам сейчас предупреждаю. Ну, поймите, пожалуйста. Ну, сразу. Нет проблем. Это... Значит, расширение тел галлюцинацией или мнимостью, или кажемостью, или видимостью. Но это такое расширение, в котором она, оно, видение или галлюцинация, или сон, или не зависит от тела или от реальности, состоящей из тела и сил. Вы поняли? Посмотрите, как. И в этом расширении не зависит. И вы никогда не сможете отличить сон от бодрствования. Никогда. И я не смогу. И Декарт не смог. И никто не сможет. Понятно, я сказал? Или что-то надо еще прояснять? Вот это просто вот такой странный оборот. Так вот. Так вот, Делиоз забыл сказать про сновидение. То есть, он фактически закрыл тему. Все. Ничего не будет. Ты можешь писать что угодно. Ничего не будет. И вы знаете, чем он заканчивает? О, человек лучистая энергия. Смешно. Смешно. Не он первый. Ну, не важно. Так вот. Он забыл сказать, что в точке сингулярности мир выворачивается наизнанку. Вы знаете еще одно определение философии? Вот по ходу дела. Философия – это наука об изнанке. И знаете, кто это сформулировал? Гегель. А знаете, кто повторил? Хайдеггер. Я повторил Хайдеггера, повторившего Гегеля, и я тоже говорю, да, это правда. А поскольку нынче философия – это антропология, смотрите, вы теперь переверните, что мы сейчас с вами делаем? А мы вот эту странную изнанку исследуем. Какую? А человеческую. А изнанку вот этих тел и сил или вот того, что не часть мира. Но мир – это не лента Мебиуса. Мир вещей расширяется, и в этом расширении, как я сказал, уже не зависит от вещей. Делез же отождествляет события и смыслы, и это неправильно, на мой взгляд. мы их разделяем. Мы знаем, что воображаемое переполнено смыслами, а реальность переполнена событиями, и что смыслы – это не события, а события – не смыслы. События и смыслы ведут непрерывную войну между собой. Они не совозможны, это термин Делеза, из Лейбницы. Они не совозможны события и смыслы, на мой взгляд. Ибо когда они совозможны, начинается зона сингулярности. Реальность, господа, всегда бессмысленна. Любая реальность всегда бессмысленна. Воображаемое всегда бессобытийна. Смыслы лишают события состава событийности, а события обессмысливают смыслы. Сон не пустое место воображаемого. В нем встречается то, что не может быть по законам реального мира. Человеческое, господа, магистры, это опять я бы просил какие-то вещи себе пометить, всегда существует по логике сновидения. В сне важно не содержание сна, а сон как условие того, чтобы человек вообще что-то виделось. Уберите, ничего не будет. Нечеловеческое, напротив, существует по логике событий. Нечеловеческое. А граница между человеческим и нечеловеческим исчезает только в точке сингулярности. Поэтому, вот я резюмирую еще раз, поэтому мы думаем, что суть человека состоит не в высоте и не в глубине и тем более не в поверхности, а в сновидении. Мы сожалеем, что французский постструктурализм не с нами, что он не пошел к досократику, к гераклиту. Он предпочел укрыться за стойками, к стойкам пошел, чтобы сказать цитаты из Делеза. Послушайте, что скажет Делеза. Вот мои рассуждения, это какой-то ужас, сновидение, сон, вам хочется спать, мне нужно включить музыку. Я начинаю проводить, я смеюсь, я смеюсь. Так вот, цитаты из Делеза, которые ушел к стойкам, все, все, что происходит, все, что высказывается, происходит и высказывается на поверхности, конец цитаты. Я говорю, нет, решительно возражаю. Чепуха. Почему? На поверхности ничего не может высказываться и происходить. Поверхности хороши для липучки, как она там называется, на липучках для мух. Все происходит во сне. Даже то, что мы не хотим, чтобы оно происходило, все равно произойдет. Когда мы спим, если мы смотрим и не видим, мы спим. Если мы слушаем и не слышим, мы спим. Антропологическая граница пролегает не между вещами и предложениями, как думал Делез. Ну, это опять же из этого фрагмента, из логики смысла. А между человеческим миром и нечеловеческим я говорю, я. Сон – это граница. В нем зияет изнанка мира, которая, как воронка, засасывает события и смыслы, показывая их с неожиданной стороны. Если мы не можем заметить зияние Бога, как зияние, или зияние, как зияние Бога, мы спим, проваливаясь в бездну, из которой нет возврата. Вы увидели знакомые мотивы, уже такие хайдегерианские вполне, вот, ну, вот вы в этом, потому что он в этих вещах очень хорошо разбирался. Современные антропологи хотят установить связь с другими мирами. Скажите, можно я опять, ну, публика, можно я к вам обращусь? Вы на меня посмотрите, что вы не… я вижу, что вы не спите. Ну, я имею, я вас убаюкал, и вы спокойны. Вообще, вам хорошо спать, когда преподаватель рассказывает какую-то ерунду, вот, что-то читает, лекцию вам, а вы в это время мирно похрапываете, там, например, вот, пожалуйста, просыпайтесь, ну, я имею в виду, нет. Так вот, что я хочу сейчас сказать? Я что-то я вам хотел сказать? А, да, да, я хотел с вами поиграть в игру. Скажите, есть вот люди, которые поднаторили и знают, вопреки всем философиям, что в мире много миров, в мире возможных миров, и мы в одном из них, да, в мире вообще много, параллельные, рядом. Вот, вы знаете, что, это, как говорил один человек, вот, ты стоишь рядом с человеком, а он из другого мира, то есть, между нами всего пять сантиметров, или там, полметра, а это два разных мира, и они причем не знают, что это разные миры. А вы знаете, что вообще нас, можно я вас немножко еще поваляю, дурака, а вы знаете, нет, если вы знаете, вы мне скажите, я вас не буду мучить, а вы знаете, что вообще весь наш мир разделен на две части, вообще на две, ну, то есть, я не знаю, вот я плохо знаю этот язык, физический я имею, я могу вас в терминах таких описать, но смысл такой, что вот мир, в котором мы живем, и мир, в котором живут какие-то другие, наш, это положительные частицы какие-то, а там отрицательные, ну, встретиться это будет и не глядя, все, ничего не будет, ничего не будет, только достаточно, ну, и ничего не будет, вообще ничего не будет, вы знаете, мне нравится эта мысль, это самое важное, но ничего, и поэтому вопрос звучит так, не почему есть что-то, а как из ничто получается что-то, раздвоение, на два мира, случится, нарушится равновесие, равенство, я не знаю, симметрия, и здесь мы будем думать, что они там вниз, ну, там они наоборот, а те думают, что мы тут наоборот, все, но мы, это я так говорю, а теперь, ну, я шучу, вы же читали Борхеса, там читали какую-то литературу, наверняка ходили на какие-то занятия, изучали восточную философию, у вас были гуру, которые вам говорили, и с нижней, там поднимается, и вытесняет, там высокая, что-нибудь, нет, здесь не будет ни нижнего, но я, у нас философия, я к сожалению, но я вас не могу баловать, вот этими, баловством этим заниматься, с этими мирами, вот, только я скажу, вот, несколько иначе, несколько иначе, мир один, он один, ну, и со всеми вытекающими из этого, вот и все, а закон сохранения массы работает, он работает, то есть все это, вот, да, закон, законы постоянные, вот, как-нибудь вот так я могу сказать, делиза опять вот, во всю эту тему, так вот, современные антропологии, хотят установить связь с другими возможными формами восприятия мира, например, вот идет кошка, или лошадь, она смотрит на своего хозяина, интересно, а что она думает, глядя на него, или вот курица вышла, поклевать зерно, ну, я сейчас фантазирую, в том смысле, чтобы, ведь у нас же появились сейчас люди, которые нам рассказывают, как устроен мир живых, они видят, они слушают, они нюхают, у них миры, значит, перцептивные, вот, помните, давайте я вам расскажу анекдот, ну, в смысле, я говорю, чепуха, нет, ну, это полно, литературы полно, это преподносится как гуманистическое отношение к птицам и животным, к червям и блохам, ну, относитесь, я не люблю животных, я их не люблю, я не блох не люблю, знаешь, я ничего не люблю, и птицы, птицы нравятся иногда, ну, ну, короче говоря, как вам угодно, но у Делеза есть одна такая, потом, когда у меня будет хорошее настроение, мы с вами, вот здесь, я вам прочту текст, Делезовский, ну, я именно об отношении к животным, ну, знаете, вот у него же там, вот, и вот он будет говорить так, вот сказать, одно очень хорошее вещь, нельзя к животным относиться по-человечески, нельзя, ну, я умею, моя булька, там, тут у меня умница, а я иду, она уже там тяв-тяв-тяв, значит, она мне открывает зубами дверь, берет мою сумку, пишет за меня реферат по-магистрски, ну, прямо не булька этот алгоритм какой-то, вот, значит, господа, вы можете верить во что угодно, ну, это ваша жизнь, единственная, незаменимая, и вы можете дышать каким угодно воздухом, даже если он отравлен, вот, дышите отравленным, что делать, в конце концов, ну, я думаю, что все не так обстоит, на мой взгляд, то есть, я могу ошибаться, ну, нет, я знаю, что я не ошибаюсь, но, как мне вам сказать об этом? Так вот, современные антропологи хотят установить связь с другими возможными формами восприятия мира, ну, вот, кто смотрел Бекона? Ну, поднимите руку, на что вы притихли? Никто, Бекона кто смотрел? Художника. Вот раз, вот, треть смотрела. Ну, что вы там еще? Ну, кого спросить? Кто хотел поговорить со мной о Беконе? Ну, я тоже смотрел, и что? Ну, давайте поговорим. А кому нравится? Смотрите, но. Останьте после уроков. Это, ну, я смеюсь так. Ну, поговорим потом, при случае, я имею в виду, расскажешь, или просто хочешь сейчас скажи, хотите услышать? А? Нет? Ну, ладно. это различные формы, возможные формы восприятия мира. Попаду, я имею в виду. И вот я хочу знать, у комара возможно восприятия, ну, вот этот мир. не хочу, не хочу я знать, не хочу. Потому что этот мир зародится, ну, в голове того, у кого он зародится. То есть, биолог, зоолог, комаровед, не знаю. Так вот, господа, они находят их у Бекона и ищут у комара. Мы не столь наивны в философской антропологии, как поклонники чудовищного очеловечивания. Происходит чудовищное очеловечивание мир. Он нам дорог, конечно, органика нам дорога, потому что это наше. Но мы, уроды, мы как бы вывалились из этого вот этого странного мира. Мы вообще вне мира. Ну, смотрите, я вам всего начал. В том числе и считайте органического. Так вот, вот это чудовищное очеловечивание твари и одновременно оживотнение, я, простите, это я по-русски говорю, оживотнение человека. Это две заразы, это две опасности, которые вас, мы столкнемся с вами где-нибудь, кто-то будет, кто-то будет очеловечивать, а кто-то будет оживотнением заниматься. Извините вот за эти слова. Нам не нравятся Симон Дон и его опыты по описанию серии касаний тела к самому себе. Серии касаний тела к самому себе. Как вы понимаете серию касаний тела самого себя? Очень интересно. Ничего не пропускайте. Все, вдумайтесь, то, что вы читаете. Когда вам говорят думайте, думайте, мы в рамках философской антропологии отказываемся от расширительных толкований слова сам и не считаем, что существует столкновение тела с самим собой. Тела не сталкиваются с самими собой. Если бы тела сталкивались с самими собой, у них были бы сновидения, и мы бы жили в этих сновидениях. Поэтому мы не видим в точке сгиба сингулярную точку, определяющую способ телесности. Мы считаем, что в каждом человеке обитают призраки, и каждый из нас пытается дать им образ или слово. Но эта попытка совершается не на поверхности, а в пространстве между внутренним и внешним. Это важные ключевые слова. Вот в европейской философии она как бы устранилась, ну, устранила. Внешнее, внутреннее это неприлично, говорит. Я повторяю, это очень важные слова. Это ваши проблемы, господа. В сингулярной точке происходит столкновение тела не с самим собой, а как ни странно с этой вот странной с галлюцинацией самого себя, если уж таким образом я бы сказал. Вообще, нужно себе хорошо понимать, что мир галлюцинирует. Вот в смысле, если я правильно что-то понимаю, вот то, что я понимаю из того, что мне известно в этих, что вроде, головах теоретиков, физиков, вот, я боюсь, что они примерно бродят там же, где бродим мы. Приблизительно. И, чем это никак не касается вот этих существующих, существуют, они существуют. Но мы говорим о другом, о более важных вещах. Ну так вот, в мире Лебница все возможности существуют одновременно. Поэтому мы не с Лебницей в этом пункте. В одних первое предшествует второму, в других второе предшествует первому, в каких-то и первое, и второе существуют вместе, в каких-то нет ни второго, ни первого. Опять, Мирал много у него. Но не в каждом из них существуем мы с вами. В мире, и это, вот прошу на это обратить внимание, это то, что я думаю, и чтобы я хотел вам сказать. В мире, в котором существует человек, нельзя изменить прошлое. нельзя попасть в будущее. Нельзя встретить своего прадедушку и убить его. Или прадед, не знаю, ну, вы помните, он фрейд там все, убил, убил своего дедушку. Ну, понятно, да? Подождите, что-то вы как-то на меня смотрите странновато. Значит, господа, я смотрю, приближает время х, то есть, я уже на часы смотрю, да, уже все. Значит, вот вам спасибо, вы сидели, ну, во всяком случае, выдержали испытание, молодцы, спасибо вам.